Нужно правильно вопросы задавать. На основании субъективного принятия решения делают какой-то вердикт. Это страшно. Люди несут деньги, мне жалко их. Уйдут суды, уйдут прокуроры. Мне кажется, посыпется пара вопросов в личку. Всем привет! Помните, я вам обещал выпуск про криптовалюту? Вскрыть всю изнанку этого бизнеса. Ну, может быть, не всю, конечно. Показать обратную сторону медали, рассказать, как делаются бешеные состояния и так далее, и так далее, и так далее. Вот, наконец-то, я сегодня это выполняю, свое обещание. Меня нашел чувак, мой подписчик, он же подписчик Курпатова. На лекции Курпатова мы и встретились, который занимается криптовалютой, и он нам сегодня все расскажет. И мы пришли к нему сейчас в офис. Привет, Викторий. Привет. День добрый, может быть, вечер. Да, меня зовут Сергей. Хотелось бы немного рассказать о своем опыте соприкосновения с блокчейном, криптовалютой. Что такое криптовалюта для непосвященных? Буквально не надо никаких форм, не надо математических каких-то этих, просто вот что это такое, с чем это идет, чем это отличается от доллара от рубля, принципиальная отличие. Чтобы, как говорится, не говорить на птичьем языке, я по-простому скажу, скорее всего, это цифровое средство обмена. Ну, а чем это отличается, например, Яндекс.Денег? Это тоже цифровые деньги. Основное различие – это блокчейн-система. То есть это криптография, это определенный шифр, который не дает возможности видоизменять обратным числом или вводить какие-то потусторонние изменения. Ну, то есть что это означает для пользователя? Что нет централизации и, соответственно, на процесс, как сторонняя организация, никто не может влиять. Ага, то есть это деньги, которые не выпускает ни одно из государств, это деньги, которые как бы получаются сами внутри сети, да? Совершенно верно, это некая экосистема, причем это не обязательно могут быть транзакции в виде денег, в том числе могут быть и альткоины, токены. Альткоин – это некое подобие акций, если мы говорим простым языком. То есть это может быть и деньги, может быть и акции некого стартапа, некой компании молодой, да, которая вот выходит на рынок и как бы распродает доли таким способом. Совершенно верно, совершенно верно. Пару слов, как тебя, какой именно у тебя опыт, да, то есть чем ты занимался в этой, извини, ли занимаешься в этой сфере? Была возможность сгенерировать какой-то объем средств, которые хотела защитить и приумножить. Я стал рассматривать инновации, в том числе наткнулся на криптовалюту. Как давно это было? Ну, начнем с того, что рынок криптовалют относительно недавно появился, может быть, 2009 год, если не ошибаюсь, то я, может быть, где-то год-полтора знаком с криптовалютой, активно стал инвестировать, может быть, вот буквально там месяцев 8-9 назад. Причем торгую не сам, у меня есть определенная группа трейдеров, группа аналитик, которая изучает фундаментальный технический анализ. То есть тебе приносят другие люди деньги и ты… Да, я беру в доверительное управление, а сама команда уже видит трейдеров и аналитиков делать всю операционную деятельность в большей степени. В целом рынок растущий, да, то есть в целом, поэтому… Нет, вот как раз в динамике сегодняшнего дня очень много кто сидит сейчас в просадке, в минусе. Но я не могу сказать, что разорились, если мы все-таки говорим, что если они не зафиксировали свой убыток, это значит приостановить деятельность торговли и выйти в фиат, это то есть в кэш выйти, в живые деньги, то здесь, да, вы будете в минусе. Если все-таки у вас была просадка по портфелю, то это в большей степени теперь время ожидания, когда рынок может разворачиваться в стадию роста. Если биткоин стоил 19 тысяч, вы закупали его по 19 тысяч долларов, то если он сейчас стоит 6 тысяч долларов, вам всего лишь остается только ждать и не фиксировать свой убыток минус. С сегодняшнего года, да, если… Да, если… Рынок растет как бы, да, то есть вроде как мы ожидаем, что эта индустрия вообще захватит весь мир, да, и все будет на блокчейне, ну как бы, самые оптимистические прогнозы. И тогда те, кто даже там по 20 покупал биткоин, все равно это будет там, будет уже там 100, там, не знаю, или… Все верно, Михаил, говорите, если рассматривать долгосрочную все-таки инвестицию, это, наверное, скорее всего от года, то, да, динамика рынка будет растущей. Это инновация, это второе пришествие интернета, которое развернет мир на 180 градусов. А вот как развернет? Все говорят, вот биткоин, блокчейн, там он захватит мир, он развернет мир. Вот что изменится для обычного человека? Хороший вопрос. Если копать глубже, есть даже некое такое американское сообщество, крипто, панки, в котором есть определенные идеологические убеждения, чтобы убрать посредников, чтобы сделать все-таки мир более децентрализированным, чтобы группа людей не лоббировала свои интересы. То есть вы представляете, что уйдут суды, уйдут прокуроры, уйдут юристы. Все будет завязано на системе блокчейн, где, в принципе, минимизировано человеческое участие или какая-то централизированная организация, которая может в ту или иную степень влиять. А как это будет выглядеть? Ну, если мы говорим вообще, что такое блокчейн, в простых словах, это книга, например, журнал учета, где, если мы что-то прописали, никто не может это видоизменить. И все, кто находится в экосистеме, на примере майнеров, которые помогают как раз решать определенные уравнения и осуществлять данные транзакции, здесь нет централизированного органа, который может на это влиять. А что вот влияет? Вот я просто, люди, чтобы понимали, то есть, хорошо, если, вот мы с тобой поспорили, да, вот мы хотим подраться, не поделили деньги, сейчас вот, да, там, есть полиция, которая нам скажет, вот ты соблюдаешь закон, ты нет, там, есть там банк, который скажет, я вот вам не выдам деньги, пока вы там не заключите договор или еще что-то. Есть куча организаций, если мы их все убираем, кто за нас вот решит наш спор? Если я тебе передал какую-то транзакцию, либо какой-то биткоин, либо альткоин, в книге учетов это фиксируется, и это никто не может оспорить. Есть определенный адрес на примере кошелька, есть открытый-закрытый ключ, который дает понимание самой экосистеме, что данная транзакция была проведена, и с твоего кошелька на мой кошелек поступило какое-то количество биткоинов. Никто это исправить не может. Ну, есть предпосылки, что если все-таки майнер, который имеет больше 51% мощностей добычи криптовалюты, может видоизменять код, ну, это одна из гипотез, это одна из теорий, предпосылки такие существуют, что все-таки можно выполнить. То есть все-таки может быть, то есть вроде как это здесь наризован полный, но какие-то вот какие-то майнеры некоторые могут, возможно, взмогут влиять. Да, если по... Тогда они получатся станут властелинами мира, да? Или как? Ну, властелинами мира это будет грубо сказано, и если говорить про саму экосистему биткоина, криптовалюты, то да, возможно. На примере там очень крупные игроки есть в Китае, которые могут, если объединяться, иметь как раз большее количество добываемых биткоинов, объединившись, могут влиять на данную экосистему. Ну, давайте тогда перейдем от глобального устройства, да, блокчейна и криптовалюты, к российским реальным. Наверное, то, что вот нас интересует, да, как устроен в России вот этот рынок, эта индустрия, то, что за кадром Сергей Сергеевич мне рассказывал, удивительные просто истории, там, про обменники такие полулегальные, про это все, и вроде как ты готов сейчас это на камеру рассказать, да? Рынок, как я и повторюсь, относительно недавно зародился, есть очень много спекулятивных моментов, очень много манипуляций. Рынок управляем крупными китами, ну, то есть можно заводить там по 50 миллиардов и выводить, и манипулировать рынком. Что такое манипуляция? То есть, грубо говоря, если у тебя есть там несколько миллиардов долларов, да, ты там берешь, скупаешь биткоин, он резко повышается в цене, да? Совершенно верно, мы можем и как покупать, и продавать, соответственно, влиять на стоимость курса битка. Ну, так как рынок пока еще не такой большой, то достаточно нескольких миллиардов, да, чтобы влиять реально на курс, да? Да, совершенно верно. На то, что ты не повлияешь несколькими миллиардами. Совершенно верно. Или повлияешь, я не знаю. Ну, если говорить про все-таки рынок биткоина, да, ну, на примере там 50 миллиардов, достаточно внушительная сумма для рынка криптовалюты, в частности, биткоина, и за счет таких сумм можно манипулировать рынком, либо покупать, либо продавать. Крупные игроки об этом отчетливо знают, и, соответственно, дают определенные указания на покупку, на продажу, что дает возможность управлять криптовалютой. Рынок настолько волатильный, что у нас могут изменения быть в срезе недели, в срезе дня, в срезе часа, то есть, как бы, курс очень скачет. Возможность торговать на падение, есть такой термин, как шортить, тоже дает определенные свои плюсы и минусы. На моем личном примере и опыте у меня было два трейдера, которые в том числе сделали просадку по моему счету, по счетам моих инвесторов, которые в доверительном управлении приводили мне средства. Рынок новый, свежий, не все трейдеры понимают, как на него реагировать. Должно быть, наверное, скорее всего, там энное количество стратегий, как на падающем, так и на возрастающем рынке. Причем 24 на 7 держать руку на пульсе и своевременно принимать решение, какие у нас будут тактические действия по той или иной ситуации. Есть алгоритмы, боты, которые пишут. Я в них чуть больше верю, но, скорее всего, недостаточно вводной информации, чтобы понимать, как торговать, должно пройти какое-то время. На сегодняшний день я думаю, что не то, что я там не верю, но я вот на своем личном опыте разочаровался все-таки в ручном управлении по трейдерам. Ну хорошо, расскажи, как устроена в России вот эта вся кухня? Очень много, особенно в Москве, в Москва-Сити, криптофондов, которые себя позиционируют как очень удачными, с какой-то космической доходностью. Вот я там заработал, как-то так получилось, что значит куча у меня биткоинов. Вот я хочу их обналичить, куда мне идти, как мне это сделать? Да, это как раз побочная деятельность криптофондов, когда мы занимаемся обменом. Сразу скажу, что ни в коем случае не хочу нарушать рамки законодательства, просто нет у нас на сегодняшний день правил игры, нету сущности криптовалюты, потому кто-то считает это суррогатом, кто-то считает это обналом, что преследуется по законам. Раз нету правил игры, есть определенные люди, которые всегда помогут тебе этот вопрос решить. Либо купить биткоин, либо продать этот биткоин. На разнице курса можно зарабатывать. У нас на рынке это называется обмен. Очень много обменников Москва-Сити, я со многими общаюсь, со многими дружу. И как это? То есть человек прям приходит с флешкой и уходит с мешком денег? Механически это происходит так. Вы берете кэш, приходите навстречу, напротив вас сидит оператор, который имеет определенный доступ к кошельку. И на основании курса, на примере биржи Bitfinex, вы продаете в разницу. Зависимо от рынка, зависимо от курса, это может быть и минус 1, минус 2, минус 5 периодически было, это может быть плюс от какого-то курса, от какой-то биржи. И за счет этой разницы продажи данные агенты могут зарабатывать. Как практика, обменники занимаются от одного битка и выше. Были запросы и по 10 тысяч монет, и по 50 тысяч монет. Я не удивлюсь, ни для кого новость не скажу, что есть такое легендарное место, как Люблино, где скапливается большой объем налички. То есть прямо на рынке, на обычном, да? Совершенно верно. Что это за рынок? Продажа оптовой одежды в большей степени. Это китайские деньги. Продается одежда, продается как практика за кэш, за наличку. Вы представляете объем кэша, чтобы перевести с расчетного счета на расчетный счет, какая комиссия транзакции будет? Еще и налоговый спросит. Совершенно верно. А что значит, если мы продадим в Люблино биткоины за кэш? Ну то есть кэш на столе. Его можно палетами вывозить с 5 утра до 12 дня, у вас будет палета денег. Ваша задача просто иметь кошелек или иметь возможность доступа к такому кошельку, который может продавать им биткоины за наличку. Вы также можете приехать, эту палету забрать, продав им биткоин. А он у себя в Китае уже когда приедет просто тоже… Совершенно верно. Транзакция биткоина – это не транзакция каких-то банков. Потому достаточно часто крупные игроки, которые имеют большую наличку, на сегодняшний день пользуются операциями по криптовалюте. Это коридор. А как в Люблино все это выглядит? То есть ты подходишь к любому продавцу одежды? Нет, ну так, конечно, не бывает, что вы приходите за одеждой и тут же говорите, слушайте, давайте я вам биткоин гружу. Есть определенный свой узкий круг, кто занимается обменом. Как практика все друг друга знают. Как практика все об этом… Просто так с улицы не придешь, да? Я думаю, что нет, да. Там очень колоссальные большие объемы, там запросы могут, но чтобы вам понимать, там есть потребность закупать по 1000 битков в день. То есть как бы это достаточно… Сколько сейчас в долларах получается? Один биткоин стоит сейчас в коридоре 6-7 тысяч долларов, да. Чтобы вы могли понимать, вы можете перемножить эту сумму на 1000 монет. То есть короче 6-7 миллионов долларов в день закупают. Расскажи про большие деньги, какие вообще суммы, какие состояния крутятся в этом, какие случаи ты, может быть, там вспомнишь? Ну, начнем с того, что рынок только зарождается, и на самом деле тот объем денег даже на основании капитализации самого биткоина – это небольшие деньги. Как только появятся правила игры, крупные игроки зайдут. Тогда будут большие деньги. Тогда будет действительно возможность зарабатывать очень большие деньги, но как минимум крупным китам. Перед новым годом, того года, органический рост биткоин, когда мои знакомые при мне там закупались криптой там по 15 тысяч долларов, и она в течение недели могла вырастать там на 1000 долларов, на 2000 долларов. Я видел к ней удивление, это радость. То есть на 1000 долларов один биткоин? Да. Грубо говоря, у них там во сколько получается вырастало? Ну, зависимо от суммы, которую он покупает, ну, берет он 10 биткоинов, да, она может вырастать в каком-то пропорциональном соотношении за срезе двухнедельной. То есть это ничего не делает, человек получает профит, где не каждый бизнес может показать такую маржинальность. Конечно, я видел эти очарованные глаза, эти улыбки, это безудержанные эмоции, это вера. Люди бежали, продавали, брали деньги, чтобы купить еще больше себе криптовалют и биткоин. А потом ты видел глаза. Совершенно верно. Рынок разворачивается, начинает лететь вниз, причем люди еще не унывают, улыбаются, смеются, говорят, так сейчас развернется, все будет хорошо, вот по сей день мы смотрим, как рынок разворачивается. Сейчас мы заговорили о том, что такой способ для рынка Люблиной это уход от налогов, это уход от комиссии, уход от банков, от всех посредников. А есть же и другая сторона монеты, и что точно так же можно торговать там наркотик. Совершенно верно. Первый, наверное, скорее всего, потребитель биткоинов, так будем называть, это был, будем называть, черный рынок. Это покупка, продажа, не удивлюсь, оружие, незаконных каких-то средств, наркотических средств. Это никак не регулируется законодательством, это никак не отображается, этому никак не присваивается какое-то имя, обозначение, кто покупает, кто продает. Однозначно теневой рынок этим пользуется. На сегодняшний день это, скорее всего, один из главных инструментов покупки или продажи нелегальных средств, нелегальных каких-то продуктов. Я думаю, что на сегодняшний день есть определенные схемы, про которые я в том числе и уже знаю. На примере, возможно, биржи LocalBitcoin, когда ты можешь покупать не один биток, а определенное количество сатоши. И на примере наркотрафика со среды по воскресенье на LocalBitcoin можно купить определенное количество сатоши для того, чтобы приобрести какие-то запрещенные средства. Я ни в коем случае не сторонник всей этой деятельности, всей этой системы. Ну это понятно. Я просто объясню. Ты расскажешь о том, что ты знаешь. Да, я просто объясню, что, наверное, скорее всего, это как первое пришествие интернета. То есть интернет можно тоже рассмотреть как инструмент атаки или наоборот инструмент, который дает положительные какие-то вещи. Ну как маленькое ответвление, но ты тоже поклонник Курпатова, да? И в целом мы видим, что к чему привел интернет. Ну в целом, что все-таки это какой-то дебилизирующий фактор. Блокчейн будет вообще фактором, который закопает просто цивилизацию. Я отчасти, Михаил, с тобой соглашусь. Мы же с тобой отлично понимаем, что из себя представляет мозговая деятельность. И одна из задач мозга – это лениться. То есть человек перестал думать. Человеку проще потреблять в том числе информацию. Что касаемо блокчейна, я не могу сказать, что он может как-то отрицательно либо положительно воздействовать на наш мир. Как мы будем этим пользоваться? Но с учетом того, что я вижу на сегодняшний день, насколько мы действительно, как ты правильно сказал, интеллектуально деградируем, меня это тоже пугает, что инструмент в виде блокчейна может развивать отрицательные стороны. Все зависит от нас, как мы будем пользоваться данным инструментом. Я лично вижу в нем больше пользы, неже чем каких-то отрицательных моментов. На сегодняшний день рынок сырой. Не все понимают, как этим пользоваться, что это дает, какие у него плюсы, какие у него минусы. Есть истории, да я думаю, что в последнее время они пестрят, в том числе и в интернете, когда на сделках по обмену происходят просто удивительные вещи. Вы представляете, что такое телеграм-чат, в котором пишут купить или продать биткоин. То есть мы не видим носителя информации, мы даже человека не знаем, он говорит, приедьте, пожалуйста, по адресу, с кэшем бабла, я вам обвиняю на битки. В этом чате периодически я вижу открытую переписку, где сторонние люди могут это увидеть, достать информацию, где будет происходить сделка и когда, приехать туда, прийти к этому студенту или даже к этому дядьке и прилюдно, да какой пистолет там, даже пистолета не нужно, забрать эту сумку и свободно уйти. А что происходит на этом рынке? Какой-то студент в виде агента говорит, у меня есть возможность продать биткоины. На обратной стороне человек с хорошим помыслом действительно скопил, я не знаю происхождение этих денежных средств, это вопрос не ко мне, то есть как бы, ну, действительно законодательство может задавать определенные вопросы происхождения этих средств, это уже другой момент. Человек может быть скопил действительно денежные средства и хочет инвестировать их в долгую криптовалюту. Он в этом чате находит посредника в виде агента. Это 18-летний студент, который хочет заработать легкий денег, приглашает его, там, в какую-то пиццерию. Человек приезжает с деньгами. 10 миллионов в сумке наличкой, он в кафе сидит, это пересчитывается столом. Это смешно просто. К нему подсаживается группа лиц, достаточно спортивного телосложения. Студенту их давят на глаз, говорят, Вова, слушай, ну вот теперь я забираю эту сумку, и ты же при мне в этом компьютере даешь доступ от кошелька, а лучше ты сейчас со своего кошелька переводишь на мой кошелек и еще и битки, и он уходит и с кэшем, и с битками. То есть как бы отпускают бедного студента в освоясь. Ну ты там кричи, не кричи, воздействовать на студента по имени Вова можно разными способами, и тебе действительно все отдадут. При этом самое страшное, что обращаясь в правоохранительные органы или в суд, вы как это будете объяснять? Вы знаете, я пришел с 10 миллионами купить криптовалюту. Вам в суде скажут, что такое криптовалюта? Сущность термина происхождения, что это? Вы иск даже не сможете подать. И это достаточно часто встречается. Это я говорю про то, что на моем примере было с моими знакомыми, я не удивлюсь, сколько таких случаев произошло, о которых вообще не говорят. Я повторюсь, происхождение денежных средств не все хотят говорить, и не удивлюсь, что таких ситуаций достаточно много. Они просто никак не озвучиваются. Я говорю как есть, я говорю свой опыт, я говорю, что я вижу, я плотно наблюдаю за рынком криптовалюты, мне это нравится, я вижу в этом инновацию, я вижу в этом будущее. Я вот как раз делюсь тем, что я вижу и обратную сторону медали. Про это мало кто говорит, но это существует, это есть. Это не значит, что это хорошо или это плохо. Рано или поздно законодательство придет и будет какие-то выдвигать свои права. Я только рад. Многие обыватели задают вопрос, что мол, все этот блокчейн, это пирамида вообще. Вот даже не просто не прям так, судоверождение, это пирамида. Я с этим кардинально не соглашусь. Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Блокчейн, это все-таки некий механизм. Что такое пирамида? Это побор дополнительных средств за счет новых участников. Я вложил, 10 человек вложили по рублю, потом, как там получается, пришло еще 100 человек, вложили по рублю и этим 10 отдали их 5 рублей. Да, суть, каждый раз за счет низов вверх кормится, если вы дружите с математикой, этому циклу есть конец. То есть рано или поздно вы не сможете выдавать. Я вроде говорил, что если весь мировой рынок захватит его ММН, то все нормально будет. Возможно, но мы, как видим на практике, второе пришествие. Его остановили, он же умер. Мы же не знаем, что там. Я не любитель гадать, я смотрю на факты, данный проект не полетел, возможно, он нес благие моменты в нашу жизнь. Я хочу сказать, что Блокчейн, это что-то другое. Это не то, что другое, это кардинально другое. Это не обман, это не мошенничество, это не пузырь. В нем есть механика, в нем есть определенный инструментарий. Но внутри блокчейна есть, тем не менее, какие-то отдельные мошенники, которые, скажем так, притворяются блокчейном. Если мы говорим про стартапы, которые хотят выстраивать свой продукт на базе блокчейна и осознанно понимая, что это будет не востребовано и хотят просто собрать побор, называть это пирамида. То есть, они просто прикрываются терминологией блокчейна. Там нету продукта, там нету бета-версии. Я причем удивлен, что очень много MLM, сетевиков, лезет в блокчейн, в криптовалюту. На самом деле, так удивительно наблюдать за человечеством. Ничего нового не придумывали. Были всегда мошенники, были всегда а-ля там лохи, которые готовы приносить эти денежные средства. Ну, ребят, давайте поумнеем, давайте глубже будем периодически копать в тот или иной проект, задавать правильный вопрос, а не поверхностно говорить, что это пирамида, что это пузырь. Разберите, что такое блокчейн. Если вы хотите вложить какие-то денежные средства в какой-то из проектов, изучите проект, изучите команду, посмотрите, какие кейсы, какой опыт, есть ли бета-версия, есть ли они в социальных сетях, что происходит на сегодняшний день. Есть много компаний, которые занимаются аналитикой, в том числе, я сейчас пробую этим заниматься. Есть достойные проекты, в которые я сам готов вкладываться и вкладываюсь. Том-3 проекта, в которые ты вложил. Про один проект я бы с удовольствием рассказал. Это блокчейн 3.0. Ну, я в двух словах объясню. Есть блокчейн, который построен на биткоине, есть блокчейн, который построен на эфире, это Виталик Бутерин, есть блокчейн, который называется графен, у него скорость транзакций больше, вот он как раз создан. Это графен. Совершенно верно. Чем отличие? Биткоин, все-таки за счет той скорости транзакций он не может быть как таковым механическим действием в бизнес-процессах той или иной организации. Это, скорее всего, цифровое золото, которое нужно правильно инвестировать и в долгу ожидать какого-то прироста органического роста. То есть как рублями, как долларами им нельзя рассчитывать слишком все долго? Возможно, как раз наоборот, но я имею в виду, что если мы рассматриваем, я имею в виду, что механизм блокчейна, когда используются, на примере, вот я говорю, компанию Энда и они занимаются документооборотом, который перейдет в блокчейн, вы представляете, что он не нужно будет таскать паспорт? А, то есть их продукт это вот блокчейнизация всего документа? Совершенно верно. Они убьют документооборот, за этим будущее. Мы живем в 2018 году и носим с собой кучу документов, но это смешно, когда ты можешь помещать свои данные в блокчейн на основании открытого и закрытого ключа получать обратную связь в виде достоверной информации. А этот диплом существует, данный документ подлинный, а диплом вообще действительно сдавался в таком вузе, с таком факультетом. Ну да, да, да. Вообще как бы вся фальшивая... За этим будущее. Я очень верю в этот проект, я сам знаю лично Яна Палмачинского. Очень хороший проект. Вот смотрите, что такое стартап и что такое на сегодняшний день блокчейн? Вот честно признаться, если вы хотите инвестировать, всегда задавайте себе вопрос, а я готов эти деньги потерять? Это раз. Второй момент, не ложить яйца в одну корзину. Старайтесь разбивать свои средства и ложить тот объем денег, который вы можете себе позволить потерять. Даже при том, что я верю в этот проект. Есть очень много факторов, которые зависят ни от проекта, ни от команд. Вы представляете, какие политические интриги могут возникнуть, если мы говорим, что наш паспорт будет на блокчейне, причем они хотят выходить на мир. То есть какая-то бабушка говорит, что как это мой документ может лежать вместе с документами, которые граждане Америки также располагают. Это не очень хорошо. Хотя если понимать саму механику блокчейна, то бесполезно понять и увидеть, какой документ вы положили в блокчейн и какую информацию вы обратно запрашивали. Все-таки мы ничего, ни к чему не призываем, но если, допустим, кто-то захочет куда-то вкладывать и попробовать там дать что-то, то ты можешь кого-то порекомендовать? Честно признаться, на сегодняшний день прямо сказать сходу я бы не хотел. Однозначно. Я могу посоветовать, что если вы хотите в долгосрок идти, можете самостоятельно купить биткоины, положить их на холодный кошелек и забыть про них. Если все-таки вы хотите более агрессивную и активную торговлю, на примере торговли внутри дня, есть такой термик как скальпирование, это нужно искать профессиональных трейдеров, что может занять определенное какое-то время. Доверять фондам я не могу сказать, к кому обратиться на сегодняшний день. У меня вот один из выпусков был про телеграмы и что Павел Дуров решил сделать свою собственную криптовалюту или как это, я не знаю, или это как акции он продает и ты даже с этим имел дело. Да, у меня была возможность продавать данные токены и телеграмы, причем это были закрытые продажи, было негласно правило, что данный фонд и данную монету можно было купить при чеке свыше миллиона долларов. То есть можно было собирать пол клиентов, либо можно было одной котлетой закупать данный токен. То есть для мелких он принципиально не открывал? Потому что многие после выпуска спрашивали, а где купить, где купить? Тут все очевидно. Какой-то из фондов или какой-то из представителей агентов хотел заработать денег. У него нет возможности собрать пул в один миллион долларов, но у него есть 10 инвесторов, которые могут собрать по 100 тысяч долларов и общим пулом переправить. 100 тысяч все равно это крупная сумма. А если я вот дядя Вася, у которого есть там 100 тысяч рублей... Все индивидуально. Я не удивлюсь, что многие там принимали по 1000 долларов, по 10 тысяч долларов и в общем пули собирали миллион долларов и отправляли уже дальше. Я верю очень сильно в Дурова. Это идейный человек. Он очень много тащит на себе. Не буду скрывать, что есть определенная инсайдерская информация, что наши крупные олигархи вложили достаточно большие средства и думаю, что просто не дадут механике или госмашине... Как интересно. То есть у нас государство пытается закрыть олиграмм, а при этом близкие к государству олигархи выкладывают в него средства. Я думаю, что есть все-таки определенные моменты, которые зависят не от него. То есть, говоря про какой-то проект, веря в него и зная собственника в том числе, я не могу на 100% сказать, что он даст какие-то свои положительные очертания. Ни в коем случае. А если ему удастся, как это будет выглядеть? Это будет так, как я написал в ролике или, может быть, я ошибаюсь? То есть, он сделает действительно как бы вот эту крипту, вот эти граммы, это станут просто вторым аналогом валюты и можно будет рассчитывать... Все правильно. Смотрите, начнем с того, что есть телеграмм, это уже экосистема. В экосистеме мы можем сделать кошельки и в этой же экосистеме мы будем рассчитываться с вами какими-то там а-ля токенами, которые предоставит нам Павел Дуров. Все, мы в самой экосистеме замкнем систему, где мы внутри, как участники экосистемы, можем с собой... Я думаю, что не совсем правильно. Государство в любом случае будет и оно нужно. Ну, то есть, я не хочу хаос, я не хочу... Нет, ну ты не хочешь, но я понимаю, но получается, что вот если у нас с тобой телеграмма, у меня кошелек, у тебя есть кошелек, то мы можем рассчитываться с тобой вообще не привлекая ни налогу, ни государства и для них это будет незаметно. То есть, они вообще не будут этого видеть. Я думаю, что, возможно, это в каком-то далеком будущем имеет свои какие-то очертания, если взять в ближайшее время, мы все-таки просто будем убивать посредников. Ну, как я сказал, что из себя будет представлять блокчейн? Это не будет централизация, будет децентрализировано, будут уходить определенные посредники, на примере, как ты говоришь, банков, нотариусов, судей, люди, которые на основании субъективного принятия решения делают какой-то вердикт. Это страшно. Их можно подкупать, ими можно лоббировать. Это страшнее, когда вот ты, представляешь, какая-то машина решает, какой-то алгоритм решает, жить тебе или не жить, и ты понимаешь, что формально, может быть, он и прав, но человек бы тебя пожалел, вошел бы в положение. А тут все. Я отвечу. Мне нравится, когда такие вопросы задают. Давайте, я опираюсь за науку, я за математику. Есть определенные на сегодняшний день инновации, такие как ИИ, искусственный интеллект, машинное обучение, биг дата. Вот как раз там нету человеческого фактора. Там машина принимает на основании определенных алгоритмов, которые систематично повторяются с какой-то свое решение. Зачем ходить далеко за каким-то искусственным интеллектом? Я с искусственным интеллектом каждый день сталкиваюсь с искусственным интеллектом Ютуба. То есть, он какие-то ролики ранжирует, какие-то нет. То есть, какие-то мои ролики взлетают, какие-то нет. Понятно, что есть какой-то набор факторов, которые надо соблюдать. Я их соблюдаю, ролик все равно не взлетает. Там бывает, что ничего не соблюдаешь, он берет и взлетает. То есть получается, что у Ютуба уже, у этого искусственного интеллекта появляется что-то типа свободной воли. То есть ну вот он вот так решает, или едок решает, и ничем это не предсказать. Вот он так решил, а от него зависит как бы судьба, понимаешь? То есть вот судьба моего блога от него зависит. А если будет зависеть вообще судьба людям жить или умирать? Ну начнем с того, что я не соглашусь, что это свобода воли. Это как раз четкий алгоритм, который имеет определенную повторяемость, и она превратится в какую-то систему. Понимаешь, вот бывает, что один и тот же ролик загружаешь два раза. Первый раз он не взлетает, а второй раз взлетает. Уже нет алгоритма, или он слишком сложный, понимаешь? Я думаю, что есть какие-то определенные факторы, которые мы не видим или не понимаем. Но что такое вообще машинное обучение? Это на самом деле черный ящик. Представляете, сколько объема информации в виде биг даты обрабатывается для того, чтобы принять какое-то решение? И эти факторы могут меняться. То есть сегодня один фактор, а завтра он обучился и такой, а вот это тоже фактор. Возможно. Но я думаю, что в любом случае это более такая скрупулезная, скальпированная работа. Здесь нету субъективного мнения, здесь нету человеческого фактора, здесь нету настроения, здесь нету эмоций. Здесь принимает машина решения на основании повторяющих каких-то действий. Она их анализирует. Да, она может в какой-то период времени ошибаться. Я думаю, что так, что за недостаточной информации она может выдавать какую-то погрешность. Но иногда она ошибется на тебе. Я думаю, что погрешность робота машинного обучения порядка меньше, чем этот человеческий фактор. Я в этом убежден. Да, но человеческий фактор, у него есть еще, понимаешь, осознанность. И он может тебя пожалеть, он может как бы схватить за голову и сказать, что я делаю, может быть, надо перепроверить. А у него нет такого. Он принял решение и все. А что такое пожалеть? А что такое проникнуться в ситуацию? Это субъективное принятие решения. Что такое машинное обучение? Мы без эмоций принимаем решения. Так вот я говорю, может быть, субъект иногда все-таки нужен? Не соглашусь. Опять же, я могу защитить свою идею. Когда ты без эмоций, ты не заинтересован ни в какой из сторон. Ты как с завязанными глазами принимаешь решение на основании определенного какого-то чек-листа. Кто прав, кто виноват. Возможно, машина может на первых порах при недостаточной информации ошибаться. Но я думаю, что это погрешность будет мала. Когда нежели человек не стал ни в стой ноги, под влиянием какой-то окружающей среды, под влиянием своего воспитания принимает решение. Он так решил, он так захотел. Кто вам дал право так принять решение? Субъективный его взгляд на эту ситуацию? Я думаю, что это не есть хорошо. Я уверен, что за этим будущее. Мы идем туда. Мы не сможем этого остановить. Мы идем к автоматизации. Это вопрос времени. Я считаю, что это будет хорошим плюсом для нашей жизнедеятельности. Наверное, самый мой интересный вывод по встрече и соприкосновению с криптовалютой – это умение держать себя в руках, не поддаваться эмоциям. Это быть нежадным. И это, скорее всего, работать с профессионалами. Я сейчас говорю про свой счет. Я говорю про доверительное управление тех инвесторов, которые заходили под наше управление. Местами им были жадны. Что такое за две недели заработать 470 тысяч и думая, что ты бог и можешь все. Принимая совместно осознанное решение с трейдерами, что можно играть на всю катлету с плечом, давал свои результаты. Мы в просадке, где нет возможности вытащить свои средства. Это достаточно большой урок. Плюс есть средства не только мои, есть средства инвесторов. Мне бы хотелось эту суть донести, в том числе для твоих подписчиков. На сегодняшний день рынок стоит. Нельзя понять, как он будет разворачиваться, когда будет разворачиваться. Очень много хайпа. И не удивлюсь, что до сих пор эхо, что биткоин растет, что можно на этом заработать. Жалко людей, клиентов, которые необдуманно несут свои денежные средства. Причем самое страшное, последние средства, последние деньги берут кредиты, продают квартиры. Это вообще заведомо нельзя делать. Я еще раз повторюсь, вы должны приносить в инвестиции те средства, которые готовы потерять. Это раз. Плюс вы должны изучать, что из себя представляет проект. Углубитесь, покопайтесь, задайте правильные вопросы. Да что ты, ты так прям, вот я слышу то, что ты говоришь, и потом у меня так параллельно всплывает картинка. Мне недавно предлагали рекламу, какой-то стартком, знаешь, что надо было сказать? Я не разбираюсь в криптовалютах, как и вы, но вот я вложил туда и так заработал. Я такой покопался. Просто откровенно, мошенничество. Это скам. Причем самое страшное, что их же рекламируют, это достаточно публичные листы, лиса рулят, дневник кача. Да, да, я вообще не понимаю, как они вообще на это подписываются. То есть они просто своих подписчиков подводят, тебе деньги отдают и теряют. Я удивляюсь, почему нет волны, почему люди не случайно по голове мне говорят, я из-за тебя потерял деньги. Я думаю, что проблема даже не в блогерах, проблема даже не в тех мошенниках, которые делают. Они, может, молодцы, сделали схему, зарабатывая там деньги. Наверное, скорее всего, вопрос самому к себе. Ну да, возможно, не покопавшись. То есть мне заняло там 5 минут реально понять, что это мошенничество. А люди просто переводят деньги сразу. Совершенно верно. Потому я говорю, что рынок стоит, ручное управление, на моем опыте, не приносит мне должных результатов. Поэтому будьте аккуратнее, смотрите за рынком, задавайте правильные вопросы, постарайтесь чуть глубже копнуть в ту или иную ситуацию. И это не касается только блокчейна, это касается всего и бизнеса, и отношений. Но будьте чуть разборчивы, задавайте правильные вопросы, пытайтесь понять причинно-следственную связь. В наше время все живут в рамках клипового мышления. Он услышал лидера мнения, он ему доверяет, верит, он каждый день за ним наблюдает. Если у нас Амиран Сардар, достаточно популярный блогер, говорит, что нужно туда идти, и большая категория людей туда идет. Но это же вопрос не к нему, не к мошенникам. К нему, конечно, тоже, на мой взгляд, но больше всего вопрос реальный. К людям, которые, ладно, клиповое мышление, которое не влияет на вашу жизнь, но когда клиповое мышление уже просто ломает вам судьбу, ребят, ну это уже просто переходит все границы. В общем, я думаю, мы с тобой в этом смысле согласимся и закончим на той ноте, которую я из выпуска в выпуск пытаюсь проповедовать и донести до людей, что, ну, просто старайтесь думать своей головой, как бы, что мышление в первую очередь, если умного человека обмануть почти невозможно, дурака обманет любой. Так что, ребята, читайте книжки, развивайтесь, подписывайтесь на канал Магия Реальности, приятно было пообщаться с вами. Приятно, спасибо тебе большое, все, счастливо. Богатейте, друзья. Да нет, я думаю, что дело не только в богатстве, богатейте, наверное, больше во внутреннем мире. И средства биткоины – это уходящий-переходящий элемент, а внутреннее состояние, богатство, наверное, скорее всего, не отнять ни под какими воздействиями. Ну, то есть это, я так понимаю, под это, как это называется, дань Курпатова, да? То есть ты увлекаешься тоже мозгом, всеми этими делами, да? Последнее время, скорее всего, прочитал нашумевший его бестселлер «Красная таблетка», «Троица», «Мышление» сейчас зачитал. Интересный подход, я, не знаю, прям подзадумался. Мы биоробот. На этой оптимистической ноте мы закроем эту тему и вернемся к криптовалютам. А если хотите узнавать именно на эту тему, то что надо сделать? Подписаться на магию реальности. На Курпатова. На Курпатова, само собой, да. Если вы не подписаны на Курпатова, я вообще не знаю, что вы здесь делаете. АПЛОДИСМЕНТЫ